Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 23 декабря. Продание святых десяти мучеников критских. Декий, царь римский, назначил на остров Крит правителем соименного себе Декия, который был похож на своего царя жестокостью, мучительством и гонениями на христиан. Прибыл на остров Крит. Декий тотчас велел разыскивать всех верующих во Христа и приводить к себе на мучения. И стали приводить к нему христиан, твердых в вере, и после многих пыток и мук предавали их различным образом смерти. В это время были взяты и приведены к мучителю десятеро славнейших мужей. Они были родом из разных городов. Из Гортинского города, Феодул, Сатарнин, Евпур, Геласии и Евгеньян. Из Киоса – Зотик, из Епинеи – Помпий и Агафопус, из Кидонии – Василит, из Ираклия – Еворест. Все же одинаково стремились к вечному небесному блаженству. Они предстали перед мучителем, и каких только смелых речей не высказали они, какого мужества не показали, каких только мучений не испытали, каких мук не победили своим терпением. Их били, мучили, влочили по земле, били камнями, насмехались над ними, плевали на них. Так в течение тридцати дней терпели они всяческие поругания. Двадцать третьего декабря назначен был суд, и когда сел Егемон, привели на последний суд страдальцев полных доблести и мужества. Егемон же в безумной ярости жаждал жестокими руками погубить святых мучеников, а они были готовы терпеть до последнего издыхания. С гневом убийца Егемон посмотрел на них и сказал, «Что за безумцы вы? Ибо неблагоразумие ни времени научило вас тому, что полезно». Потом, как будто бы уже устрашив их, самым гневом прибавил, «Принесите жертву, а если нет, то я больше уже ничего не скажу вам, и вы узнаете, каков декий, которому вы не хотите повиноваться». На это мученики отвечали, «Егемон, мы словом и делом в течение уже долгого времени достаточно показали вам, что ни богам жертвы не принесем, ни вашему повелению не покоримся». Егемон, прервав их речь, сказал, «Так вы нисколько не думаете о муках, нечестивцы!» «Мы вовсе не боимся, — мук, — отвечали святые. «Мы даже весьма благодарны тебе, что ты приготовил нам такое духовное торжество, то есть мучение за Христа, и предложил его нам». Егемон сказал, «Не так еще будет! Вы узнаете силы великих богов, которых вы бесстыдно хулите, не стыдясь многих присутствующих премудрых людей, которые почитают первейшего из богов Дия, а также Геру, Рею и других. Теперь вы будете подвергнуты таким мукам, что не только исчезнет ваше мужество, но и другие такие же, как и вы, непокорные, если только такие найдутся, бояться будут». На это твердой душой мужи опять отвечали, «Не говори нам, Егемон, о Дии и матери его Реи. Это нам не новость. Знаем, слышали от отцов своих о его происхождении, жизни и нравах. Он был так невоздержан и так нечестив, что прелюбодействовал не только с женщинами, но и с мужчинами. Чародействовав в волшебной хитрости, он изменил свой настоящий вид и принимал иной, все для большего и большего прелюбодеяния, и постоянно осквернял себя постыдными делами. Некоторые, охваченные той же страстью, подражали его мерзостям, ибо чего легче подражать злу. Они провозгласили его Богом, построили храм и стали приносить ему жертвы, чтобы и Богу казалось приятным то, что хотелось им самим, чтобы блюд и невоздержанная жизнь не только не считалась ненавистной Богу, но, увы, признавалась Бога угодною. Так говорили угодники Божии. Ему он же терзался от гнева. Чувствуя, что они правы, еще более неистовствовал народ, кидаясь на мучеников, и растерзал бы их руками, если б Деки голосом и мановением руки не прекратил волнение и крик в народе. Подворив молчание, он стал обдумывать, какую бы лютую смерть изобрести мученикам. И тотчас по приказу Егемона мучители схватили святых на мучения и стали подвергать их разнообразным мукам, одинаковым по жестокости и мучительности. Один из них был повешен, и его строгали железными когтями, вырывали жилы, и куски его тела падали на землю. Других били камнями и острыми колями по ребрам до костей. У третьих оттяжких ударов оловом разбивались суставы, ломались и раздроблялись кости. Каждого мучили различно. Даже слышать больно о такой жестокости мук. Как для милосердных нестерпимо смотреть на эти мучения, так и слышать тяжело их подробное перечисление. Но мученики принимали такие муки совершенно спокойно, или, правильно сказать, претерпевали их с радостью. И стоявшим вокруг казалось, что они не столько страдают от боли, сколько жалеют о недостаточности мучений, и желали бы еще больших. Все сбежались посмотреть на них, как на нечто новое и удивительное, и верное, и неверное. Верное, сохраняющие веру в тайне, спешили подивиться мужеству страдальцев, и, шесто, утвердиться в вере. А неверное, надругаться над терпением святых, и смотря на их страшные мучения, насладиться их муками. При этом они не только не выказывали ни малейшей жалости, но побуждали егемона и мучителей еще к большей жестокости. Побуждаемый ими егемон отдавал приказания, а мучители исполняли их. Глашатый же в это время восклицал, «Пощадите самих себя! Покоритесь начальникам! Принесите жертву богам!» Мученики же среди таких жестоких страданий превосходили своим мужеством и терпением всех, и народ, и глашата, и мучителей, и самого егемона, и более всего князья их, князя их, сатану и всю его силу. Все мученики, как бы согласившись, между собой взывали, «Мы христиане, христово жертва, заклонная за Христа, если и десять тысяч раз нужно будет умереть, умрем охотно!» Когда же святые мученики пренебрегли всеми муками, тогда усердный слуга сатаны Декий, отчаявшись в возможности убедить их и принудить принести жертву, произнес над ними смертный приговор. Святых повели на усечение мечом к месту, отстоящему недалеко от города. Оно называлось у жителей той страны Аллонией. По дороге к нему страдальцы проявили нечто новое и необыкновенное. Во все время мучения они были единодушны и единомысленны, под конец же стали спорить только о том, кому из них первым идти под меч и раньше принять венец. Но этот спор прекратился Аду, один из всех святых мучеников, говоря, что тот из них будет первым, кто после всех подставит свою главу под меч. Если, видя пред собой усекновение и смерть всех остальных друзей своих, не убоится немало, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице, то он поистине явится славнейшим подвижником и победителем. Все согласились со словами Феодула. Прежде всего они воспели общую песню к Богу. «Благословен Господь, который не дал нас в пищу зубам их. Душа наша, как птица, избавилась от сети ловящих». Псалом 126. Потом, пришедший на названное место, каждый из них произнес следующую молитву. «Прости, Господи, рабам Твоим, и прими пролитие крови нашей за нас, и за наших сродников и друзей, и за все Отечество. Пусть освободятся от тьмы неведения и светлыми очами узрят христианскую веру и познают Тебя, истинного света, Царя Вечного». После их молитвы стали отсекать им одному за другим святые и победоносные главы. Души же их с радостью восходили ко Христу Богу. После их усечения, когда ушли мучители, некоторые из христиан, оставшись на том месте, собрали святые тела мучеников и погреблись с честью. Это было в половине II века. По окончанию гонения, когда воссияло опять благочестие, блаженный Павел, епископ города Гортины, прибыв в Константинополь и спросил позволения перенести тела святых из места Алония, в котором они были погребены после усечения мечом в Гортину. Возвратившись в Крит и прибыв на место Алонии со множеством христиан, из которых некоторые были пристрадания святых, и очистив лежащую на них землю, он нашел тела их, как бы во влаге, сохранившиеся волей Божией, неповрежденными и целыми, и перенес их со славою во хранение городу и на помощь всем в ней нуждающимся. Их молитвами досподобимся и мы стать участниками уготованных им небесных благ, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему же, Саотцом и Святым Духом, честь и слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.